Современные остановочные павильоны в Тимиртау еще пару лет назад были украшением городских улиц. Сегодня же, уверены темиртаусцы, эти полуразрушенные грязные остановки с переполненными урнами способны испортить впечатление о городе в целом. Где не подойдешь, везде вот это вот разбитое, вот дожди сейчас пойдут, и холодно будет зимой, не знаю, мне не нравится. Ну, наверное, у нас молодежь такая. В основном не будут же старые люди этим заниматься, это в основном молодежь занимается. Мы виноваты сами, в других городах, посмотрите, какая красота. Все зависит от людей, это у нас отношение такое халатное. Как говорится, я не я, и хата не моя. Бросил тут же, кинул, что взрослые, что дети у нас одинаковые. Все возможно, все дозволено, наказание, самое главное, никакое наказание, поэтому у нас беспорядок такой. Как выяснилось, не только горожан на сегодняшний день не устраивает такое состояние городских остановок. Накануне привести их в порядок потребовал и новый глава города. Вот смотрите, я не буду вам указывать, что на каждую остановку, в которой у меня здесь записана просьба, все, кто закреплен, приведите в соответствии эти остановки. Приведите в соответствии. Основная задача, которую выполняют остановочные павильоны, обеспечить горожанам комфортное ожидание общественного транспорта. На практике же этому требованию сегодня соответствует лишь малая часть имеющихся в городе остановок. Это остановка-кооператор по проспекту Металлургов. Здесь уже больше года вместо лавочки лишь одна бесполезная дощечка, на которую присесть в ожидании своего автобуса просто невозможно. Остановочный павильон напротив магазина обувь, хоть и обеспечен лавочками в полном объеме, зато присесть на них пассажиры смогут лишь в хорошую погоду. Еще весной под тяжестью снега крыша этой остановки стала обваливаться. Чтобы избежать беды, коммунальщики просто демонтировали ее, не предусмотрев никакой другой альтернативы. Теперь непогоду этим пассажирам придется пережидать прямо под открытым небом. Это лишь часть явных нарушений, с которыми ежедневно сталкиваются тимиртаусцы в ожидании автотранспорта. На самом деле их перечень намного шире. Каких-то экстренных мер со стороны коммунальщиков по решению этой проблемы в городе еще не последовало. Анна Калинина, Дмитрий Поленов, Новости Тимиртау.